Привет. Если вы в этих кадрах узнали руку автора, хотя и не знаете откуда они, поздравляю, у вас аниме головного мозга. Для всех остальных перед вами работа Хидаки Анна, режиссёра культового аниме Евангелион Нового Поколения. Это трёхминутный рекламный ролик, созданный для продвижения игры Mugen Senshi Valis, Призрачный Войн Валис. И если вы такие, какой нахрен Валис, откуда ты вообще это выкопал, то сейчас объясню. Когда-то давным-давно моей первой приставкой была Sega Mega Drive 2. Сейчас трудно вспомнить, сколько стоили картриджи для неё, но все немногочисленные деньги, что мне давали на мороженое или прочие мелкие карманные расходы, я спускал в киоски с играми для Sega. И вот, когда уже десяток другой игр был скуплен и пройден, а жажда поиграть во что-то новое не проходило, я приметил игру под названием Valis 3 и обменял мятые 10-рублёвые купюры на очередной картридж. Не буду сейчас забегать вперёд и разглагольствовать о самой игре. Скажу лишь, что спустя десяток-другой лет меня всё ещё удивляет, что об игре почти никто не знает и даже в статье 50 недооценённых шедевров Sega в Валис не найти. Ну что ж, будем это исправлять и хотя бы для вас, моей немногочисленной и любимой аудиторией, поведаю об этой серии игр. Игровой период конца 80-х ознаменовался сменой консольных поколений. Nintendo Entertainment System, известная нам с вами как Dendy, сменялась на супер-версию, а помимо этого подросли конкуренты – Sega со своей Genesis и PC Engine, также известная как TurboGrafx. Но студия Wolf Team, подконтрольная японскому медиагиганту Telenet Japan, делает ход конём и разрабатывает игру для персональных компьютеров. Стоит пояснить, что понятие компьютера в то время очень отличалось от привычного многим сейчас. То есть дело вот в чём. Если сейчас мы говорим о том, что игра выходит на ПК, значит она, то бишь игра, по умолчанию запускается на любом ПК с соответствующим системным требованиям железом. В конце же 80-х всё было куда сложнее. Валис выходила на компьютерах от Fujitsu, Sharp, Microsoft и компания Nippon Electric. И каждый такой компьютер требует свою версию игры. Чем-то напоминает современную разработку отдельно под Windows, Linux и iOS, только тут дело не только в операционке, но и в железе тоже, поэтому в зависимости от версий появлялись крошечные изменения музыки, визуала и даже геймплея. Хотя для современного геймера эти версии могут показаться вполне себе идентичными. Кстати, Wolf Team в 2003 году стала известна под названием Namco Tales Studio, что отражало всю суть. Компания разрабатывала игры серии Tales of для издателя Namco. Но в 2011 году студию распустили и остатки вошли в Bandai Namco Studios, которую вы уж точно знаете, если не по серии Tekken, то хотя бы по Pac-Man. Но Pac-Man изобрела другая студия, а Tekken в 1986 году ещё не было, зато была та самая Wolf Team и команда авторов, желающих создать игру в духе популярной на то время манги Сукибан Дека. Сукибан Дека обманчиво именуется жанром Сёдзе, то есть мангой для юных леди, но не ведитесь на это, тут есть на что посмотреть и парням. Экшен, шпионы, заговоры и девочка-школьница в роли главной героини. Возможно, то же самое и хотели изобразить Wolf Team в игре Сёдзо Furio Densetsu, но это не точно. Проект разрабатывался втайне от издателя и дошёл до участия в конкурсе от японского журнала Login, но когда Telenet Japan увидела игру, выпуски ей отказали. Один из авторов проекта, Само Икигами, не выдержал такой критики и покинул студию, но оставшаяся компашка не расстроилась и решила попробовать сделать так, чтобы начальство игра всё-таки зашла. Основной претензией стал визуал, который лучше ли как могли, оставили главную героиню в виде школьницы, концепт который уже был готов, плюс добавили историю. Сценарист Хироки Хаяши как раз писал небольшой личный роман, который решил переначать для сюжета игры. Правда большая часть сюжета игры, как это вводилось во многих играх того времени, хранилась в мануале игры, а внутри самой Валис была разве что начальная сцена с завязкой и ещё пару катсцен. Играем мы за школьницу Юка, у нас есть одноклассница Рейка и она говорит с нами какими-то намёками, потом нападают монстры, а для нас с небес падает меч, чтобы их рубить. Та самая завязка была только на домашних компьютерах от NEC PC и Sharp X1, а вот на MSX компьютере от Microsoft такого счастья не было и игрока просто кидало в бой. Спустя 6 месяцев разработки игра выходит в релиз. В конце 1986 года Валис выходит для японских ПК и порадовал разработчиков и издателей. Издателей проданными копиями, а разработчиков оценками и похвалой, которая выдалась в новогодний отпуск на Гавайи. По крайней мере об этом тепло вспоминает программист игры, Масаясу Ямамото. Сейчас Валис, в особенности для MSX, выглядит как нечто хаотичное. Героиня бегает туда-сюда, уничтожая всё на своём пути, стрелочка в углу экрана направляет её к боссу, после босса появляется надпись, что ты получил некий драгоценный камень и так до финальных титров. В MSX версии нет никакой концовки вообще, но на других компьютерах были и сцены встречи с Рейкой, и прощание после битвы с ней, и конечно же концовка, где наша школьница возвращается к мирной жизни. Без экстремальной дозы ностальгии пройти её будет нелегко, хотя, сомневаться в том, что для 1986 года это был хит не приходится. Ведь разработчики вышли из отпуска и сделали новую версию для NES. Именно для этой версии Хидаки А нарисовал рекламный ролик. Игра разительно изменилась и превратилась чуть ли не в РПГ с инвентарём и чем-то похожим на открытый мир, который на деле оказывался лабиринтом, где очень не хватает стрелочки из прошлых версий. С сюжетом лучше не стало. Без мануала можно лишь понять, что играем мы за школьницу по имени Юка, которая нашла некий волшебный меч и принялась бороться с откуда-то взявшейся нечистью. Юка находит путь в сказочный мир, где ей говорят, что раз она нашла меч, то надо бы спасти королеву сказочного мира Валию, которую схватил злодей Роглис. Делать нечего, девушка молча соглашается и идёт к цели. Что в старых ПК-версиях, что в NES-версии были улучшения для меча, благодаря которым он стреляет то волнами, то снарядами в три стороны, но если в MSX-версии они разбросаны по уровню, то в NES их выдают NPC, запрятанные в разбросанных по уровню строениях. Эти же NPC иногда дают подсказки, куда идти дальше, но сугубо текстовые, без всяких стрелочек. Но на самом деле местные иконки с текстом в полной мере назвать NPC сложно. Единственный вот прям реальный персонаж – это девушка по имени Рейка, которую завербовал злодей Роглис на тёмную сторону обещаниями силы. Вот только проблема в том, что в NES-версии нам Рейка в первый и последний раз показывают во время битвы, и это немного странно. Неудивительно, что Юка убивает и Рейка, и даже Роглиса, спасает Валию, и все счастливы. Кстати, почему-то последним боссом в NES-версии является не злодей Роглис, а сама Валия. Вроде бы пресса называла игру запутанной и фрустрирующей, но она всё же хорошо продавалась. Юкито Ахаяши, геймдизайнер серии, считает, что успеху послужили две причины. Первая – девушка протагонист. Девушка в типичной игре конца 80-х – начала 90-х всегда была в беде и спасал её то принц, а то и вовсе водопроводчик. Валес же давала возможность поиграть за школьницу, способную постоять за себя, а ещё и мир спасти. И аудитория оказалась вовсе не против. Вторая причина – повествование, то, как оно подавалось в игре конкретно в ПК-версиях, не в MSX. Катсцены с диалогами и нарисованными героями, которые прошли мимо MSX-версии, были в новинку и придавали восприятию сюжета дополнительные эмоции. Всё это способствовало продажам, так что сиквел казался не за горами. Но, на удивление, продолжение пришлось ждать три года. Причина кроется в трёх важных моментах. Момент первый – Telenet Japan исследовала новую консоль от Nippon Electric Corporation – это те же ребята, что выпускали компьютером под названием NEC PC. В 1987 году в Японии, а в 1989 году и в США, стартовали продажи PC Engine, известные в Европе как TurboGrafx. Консоль была передовой. Графика уделывала как ПК того времени, так и первую консоль от Nintendo. Из-за этого игры для PC Engine занимали больше места, поэтому выпускались на новых носителях – CD-дисках. Какое-то время на японском рынке PC Engine продавался лучше, чем Famicom, которая NES, которая Dendy. Игнорировать потенциального лидера невозможно, так что Telenet Japan основывает внутреннее подразделение LaserSoft. Название намекало на то, что игры эта студия будет делать исключительно для CD-носителей, так как CD-дисковод считал информацию посредством лазера, ну тут как бы небольшой намёк. На деле же есть как минимум одна игра, которую LaserSoft сделали для картриджей. Итак, дебютом LaserSoft становится Valis 2. Часть разработчиков ушла из Telenet Japan со времён первой части, но те, что остались, занимались версией Valis 2 для ПК. Но к LaserSoft это отношение не имеет, а именно их версия для PC Engine вышла первой. Она разительно отличается от дебютной игры и видно это прям с запуска. И тут мы переходим ко второму моменту, из-за которого игра разрабатывалась чуть дольше, чем первая часть. Появилась озвучка персонажей, чему поспособствовал успех PC Engine. В игровую индустрию потянулись представители аниме-индустрии, чтобы урвать лакомый кусочек с продаж игр, ну или просто приобщиться к будущему. Помимо Сею, то бишь японских актёров озвучки, к работе над игрой присоединились аниматоры. Если для первой части рекламы режиссировал Хидеоки Ану, то в Valis 2 аниматором работал Тамакадзу Токаро, режиссёр аниме «Союз Сирокрылых» и «Хельсинг Ультимейт». Но как и в случае с автором Евангелиона, во времена разработки Valis, Тамакадзу известности не имел и мало чем отличался от любого другого работника аниме-индустрии. И третья причина долгой разработки – PC Engine версия, ставшая основой, долгое время разрабатывалась на автопилоте, без руководителя. Тем самым руководителем стал сотрудник Юкито Ахаяши, и, по его словам, когда он пришёл в команду, там был лишь хаос из набросков. Сотрудники уверяли его, что щамы быстренько за шесть недель с Варганем нормально будет, но Юкито осознал масштаб возможного бедствия и подготовил для начальства презентацию. Так он уговорил издателя дать им дополнительные шесть недель и несколько сотрудников для доработки. Позднее, после работы над Valis 3, его навыки оценит компания Namco, куда он перейдёт и станет специалистом отдела обеспечения качества. Valis 2 же частично пошла по стопам первой игры. У неё есть две версии – PC Engine и остальные. PC Engine версия могла похвастаться озвучкой, лучшей картинкой и саундтреком. Плюс в плане геймплея она напоминала Castlevania именно того времени до появления жанра метроидвании, то есть мы идём по уровням, а не исследуем мир и получаем новые силы для открытия недоступных путей. Версии для компьютеров же озвучены не были. Графика там была хуже, зато был экран экипировки, где можно было взглянуть на модельку героини. PC Engine версии же менять можно было только снаряды, и работал это примерно как в контра. Подбираете предмет с одной иконкой и стреляете в 2-3 линии. Подбираете другую иконку, стреляете самонаводящимися патронами. Плюс в игре были особые навыки, что-то типа магии, подбирались также в виде иконок. В ПК версиях всё это можно было менять в инвентаре, что удобно, но это чуть ли не единственное преимущество над версией для PC Engine. Ну, кому-то может ещё больше понравиться катсцены в компьютерных версиях из-за того, что они выглядят жёстче, чем в консольной версии. Местами там вполне себе 18+, а Юка очень даже сексуализирована и даже сисечки один раз покажут без цензуры. И штука в том, что даже сюжеты игр получились разные, хотя действующие лица и общий замес по сути одинаковы. Акценты расставлены на разных вещах. В обеих версиях начинается всё с того, что Юка видит во сне Рейка, и та предупреждает нас о том, что собираются армии тьмы под руководством некого Мегаса. В консольной версии внимание акцентируется на его личности, и Мегас там выглядит далеко не самым жутким злодеем. Он брат Роглиса, антагониста первой части и сын тёмного императора Кайзе. Отец невзлюбил Мегаса и натравил Роглиса на братишку, чтоб тот его порезал. Роглис так и сделал, но Мегас выжил, только заменил часть плоти на механизмы. Когда батя об этом узнал, он отправил Мегаса в бездну, где тот успешно жил до гибели брата от наших рук. И вот, озлобленный на весь мир Мегас хочет захватить землю и заодно разрушить Валис, то есть наш меч, которым был убит Роглис. По пути мы узнаём, что всё это время были дочерью некой неземной женщины Валии. Неземная она, потому что живёт где-то в другом измерении под названием Ванити, а не на земле. А вот Юка почему-то закинула на землю. Сама же мамка осталась жить в Ваните с Вальной, нашей сестрой. Мотивы этого поступка неизвестны, но Юка всё равно крайне рада, что обрела ещё одну семью. Правда мы с вами не видели её земную мамку и для нас это вообще не проблема, поэтому примем новую семью как родную. Но есть один нюанс. Мамка погибает. В консольной версии это происходит прям крайне лайтово. Она погибла где-то там за кадром и поди пойми точную причину, то ли Мегас виноват, то ли вообще что угодно. В компьютерных версиях всё жёстче. Мегас там жестоко пытается с нами расправиться чужими руками и ещё угрожает матери, чтобы она не смела нам помогать. Но когда Валя видит страдания дочери, то уходит из безопасного замка и попадается Мегасу. Мы узнаём это и по сути уже идём не просто побеждать злодея, но ещё и спасать маман. И напомню, что Мегас тут супер ублюдский. Он показывает нам избитую мать, заставляет раздеться и сложить оружие, чтобы мама осталась цела. Но как только мы всё это делаем, он разрывает Валю голыми руками и принимается за нас. Каким-то чудом нас спасает материализованный дух Рейка, он же даёт нам какую-то лунную призму, лунная призма даёт нам сил, чтобы убить кровавого тирана. И насколько в такой атмосфере это возможно, в итоге получается хэппи-энд. Ну а на консоли мы просто убиваем обиженку из бездны, который даже не факт, что убивал нашу мать. В последней сцене его даже немного жалко, настолько он тут другой. Валюс 2 получилось совсем другой игрой. Здесь уже появилось видение серии и отличительные её черты. Более того, через год после японского релиза Валюс 2 для PC Engine выйдет в Америке. Первая же часть на тот момент всё ещё остаётся внутри японской истории, но оно и понятно. Американский релиз сиквела бешеных денег не принёс и решено было продолжить опираться на внутренний рынок страны. Заканчиваются 80-е, начинаются 90-е, а вместе с ними активно развивается франшиза Валюс. Началось всё с третьей части для PC Engine. Разрабатывал её всё та же Wazersoft, ничего не поменялось. Однако, начиная с третьей части, разработку для японских персональных компьютеров полностью свернули. Вместо двух дополнительных версий у нас тут два дополнительных персонажа. Да, в Валюс 3 цифра в названии это не только номер части серии, но и количество играбельных персонажей. Формула у нас тут по сути прежняя, двухмерный сюжетный платформер, где мы ходим от одного уровня до другого и в конце каждого встречаем босса и убиваем его. Но теперь помимо Юка, стреляющей из меча снарядами, появилась Чам, типичный персонаж из Кослования с кнутом, и Вальна, наша сестра, по совместительству маг со стреляющим посохом. Каждая героиня предлагает свой тип геймплея. Юка теперь не может менять снаряды меча и стреляет только волной. Чам бьёт кнутом и наносит им чуть больше урона, чем Юка. А Вальна обладает меньшим базовым уроном, при этом от врагов она получает больше всего входящего урона. Компенсируется это магией. На уровнях разбросаны элементы огня, льда и молнии. Каждый даёт свой тип заклинания. Это конечно всё субъективно и зависит от вашего стиля игры, но чисто теоретически заклинания Вальны сильнее, чем у Юка и Чам. В остальном игра не особо отличается от второй части. Типы снарядов сменились на отдельных героинь. Если умирает одна, уровень начинается заново, продолжить оставшимися нельзя. А ещё во время битвы с боссами смена персонажа заблокирована, а сам босс перед битвой выдаёт уникальную реплику для каждой героини, что забавно. Сюжет же вновь выдирает школьницу Юка из повседневной жизни. Хотя учитывая, что эту повседневную жизнь мы не видели, возможно она уже и вовсе не школьница давно. Хорошо хоть сутулиться перестала, а то страшно было за её осанку во второй части. Короче, суть в том, что мир в Валис разделён на Человеческий мир, Мир Крёз и Тёмный мир. Обстоятельства непреодолимой силы сделали так, что Тёмный мир накрывает бездну, и всем жителям срочно надо либо принять судьбу и помереть, либо куда-то слинять. Король этого мира по имени Глэймс решает не просто свалить, а захватить другие миры в такой печальный для собственного мира момент. Вот только есть у него оппозиция, среди которой некий чел по имени Рада. Как мудрый правитель, Глэймс убивает оппозицию, но Рада успевает передать сообщение дочери, чтобы она бежала на землю и искала меч Валис. У Глэймса, как оказалось, есть меч Литус, и когда-то два мегавоина сражались этими мечами за своё существование, на которые посягали боги. Чам не особо думая валит на землю и ночью ворует меч у Юка, пока Та спит. Юка, увы, проснулась, догнала Чам, вернула себе меч и даже защитила воровку от посланника Глэймса. Завязалась своеобразная дружба, Чам рассказала о том, что Глэймс идёт нападать с армией и уже обезглавила оппозицию в тёмном мире. Девушки идут в мир грёз с завальной сестрой Юка, но узнают, что туда уже напали армии Глэймса, и чтобы победить их нужно пробудить всю силу Валиса. Для этого нужно найти какого-то деда по имени Низетти в мире под названием Сазерленд. Глэймс, меж тем, достаёт из могилы Роглиса, антагониста первой части и даёт ему шанс ещё раз подраться с Юка. Неудивительно, что Юка побеждает. Удивила героинь лишь то, что пока они искали Глэймса в тёмном мире, он свалил на землю. С другой стороны, нахрена они вообще искали его в тёмном мире, если завязка то была в том, что этот мир рушится и они всей толпой собираются найти новое место проживания. В общем, пока девки там наостались, Глэймс отгрохал себе башню на земле, и как любой нормальный злодей, он ждёт нас на вершине для последней битвы. Побеждаем его и наблюдаем, как Юка с двумя мечами вознеслась на небо, а Чам и Вальна остаются наводить порядок здесь на земле. Такой вот хэппи-энд, на этот раз без жестокости и оголённости, и в конце нам прямо говорят, что приключения Юка закончились. Частично это правда, но частично Юка ещё помотает. Да, Valis 3 закончила историю Юка хронологически. Теперь появляется новая консоль под названием Sega Genesis, она же Mega Drive, и она захватывает мировой рынок похлеще, чем PC Engine, она же TurboGrafx. Telenet Japan естественно очень хочет и тут урвать кусочек, но выдумывать что-то особо желания нет, поэтому после выхода третьей части Valis на TurboGrafx с PC Engine, часть сотрудников переносят её же на консоль от Sega в марте 91 года. С этой версией и началось моё собственное знакомство с серией в далёких 90-х, и продолжится оно нескоро с появлением ПК, познания эмуляторов и широкополосного интернета. Лет десять я был уверен, что есть только Valis 3. Других картриджей я в продаже тогда не находил, а если мне попадались книжки с кодами, там было упоминание только Valis 3, а к другой информации доступа у меня не было, поэтому я вот был уверен, что есть только Valis 3. Значит, мне выпустил кто-то игру с названием, в котором цифра 3, ну почему бы и нет. И частично так и было, ведь хронологически Valis 3 – первая Valis на Sega. Только после неё Telenet Japan решает сделать ремейк и полностью переделывает первую часть для Sega к декабрю того же 1991 года. Получается что-то среднее между второй и третьей частями, то есть играем мы за одну Юка, подбираем разные типы снарядов как в Контра, используем магию, которую даже можно выбирать, и каждое заклинание стоит определённое количество маны. Сюжетно никаких изменений с оригиналом не было, всё та же Юка внезапно получает меч, сражается с Рейкой и грустит из-за того, что пришлось её убить, и потом мстит Роглису, который злодейский злодей, подчинил себе несчастную Рейка. Ремейк встретили крайне прохладно. На фоне Ёжика Соника, Streets of Rage, Final Fantasy 4, Super Castlevania 4, The Legend of Zelda Link to the Past, Battletoads и других китов 1991 года, ремейк Valis смотрелся проигрышно. И если в Японии Valis уже стала такой хотя бы нишевой франшизой с собственной мангой, которую я не смог найти только обложку, то в Америках, Европах и без этого вашего Valis неплохо жилось. И есть у меня подозрение, что Telenet Japan подозревали, что интервенция на американский рынок, равно как и попытка выйти со своей франшизой на Sega, может увенчаться провалом. По крайней мере четвёртая часть выглядит как некий запасной аэродром. Valis 4 вышла в том же 1991 году, но только в Японии и только на PC Engine. В конце концов, Лайзер Софта чем-то должны заниматься. И они занялись Valis 4. Идеально описать игру можно фразой те же яйца, только в профиль. Почему? Ну потому что третья Valis уже предлагала трёх героев, сюжет о злодейском злодея, внезапно решившем завоевать мир людей, мир грёз, а также три уникальных варианта магии для каждого из героев. В четвёртой же части, ну магический удар теперь лишь один на персонажа, а всё остальное идентично. А, стоп, забыл кое-что. У нас тут вообще-то уникальные особенности у каждого героя. Один персонаж умеет делать подкат, который мало того что помогает пробираться в заниженных местах, так ещё и работает как кувырок в Dark Souls. Второй персонаж делает двойной прыжок, то есть способен уклоняться от размашистых атак здоровенных боссов. А третий… ээээ… Киборг-убийца! Ну там в конце игры будут уровни с всякими технологическими штуками, вот короче там этот чувак не получает урона от лазеров, потому что он ну тип машина. На этого момента он просто огроменный неповоротливый хрен, который доджить под катом не умеет, и прыжок у него ни о чём. Сюжетно же, Валис 4 это почти что новая история, только идёт она уже по знакомым рельсам. У нас снова появился злодей, и снова он связан с миром тьмы. Знаете, вот как говорят, не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Вот все проблемы от этого мира тьмы, ну каждый же раз, блин. Так вот, в этом тёмном мире ещё сотни лет назад был паренёк по имени Галгир, и как-то вот так получилось, что он унаследовал от бати по имени Асфал некое кольцо, от которого сошёл с ума и стал адским диктатором. Но его тормознули боги и заключили в кристалл прямо под водой. Вот только то ли глобальное потепление, то ли просто срок годности истёк, кристалл не выдержал, и Галгир вылез назад прямо после событий Валис 3. Галгир атакует миры людей, Грёз похищает Вальну, а Аюка, как мы знаем из концовки Валис 3, улетела куда-то ввысь. Поэтому сопротивление Галгиру возглавляет Чам, а подчиняются ей сёстры Бранды, не путать с Бранду, который Дио. Лена — наша новая протагонистка, а Аму — её сестра и, соответственно, второй доступный персонаж. Чам посылает их вызволять Вальну, сама остаётся держать оборону и защищать Кадоев. У героинь даже получается, пока они не столкнутся с Галгиром. Вот прям в начале игры. И тут мы вспоминаем, что я говорил о трёх героях, а назвал пока только двух. Так вот, стычка с Галгиром оказалась бы смертельной, если бы нас не спас Асфал. Он сумел телепортировать девушек в безопасное место и пояснить им, что может помочь усмирить сына. Но вообще победить его можно только мечом Валис, а он исчез вместе с Юка. Оказывается, Юка вознеслась в Вальгалу. Нет, она не пирует с викингами и асами, Вальгала в Валисе — это один из уровней и там обитает Юка, видимо ожидая преемника. Троица направляется в Вальгалу. Казалось бы, идеальная завязка для Лост Викингс, но у нас тут две аниме девочки и здоровенный то ли робот, то ли кто вообще. В Вальгале их встречает Юка и заставляет пройти уровень испытания, а в конце ещё и подраться с ней. Лена проходит все испытания одна, та, уровень можно пройти только Леной, смена героя по сути здесь заблокирована, и Юка в конце отдаёт ей меч Валис и новую силу. Сама же Юка остаётся дальше чилить в Вальгале, теперь, судя по всему, без особой причины. Лена с компашкой же делают спасение Вальны дубль 2. После долгого пути и множества сражений герои добираются до Галгира и Вальны. Тут сцена в духе второй части, злодей почти убил ту, ради которой мы шли всё это время, но нет. На куски руками больше никого не разрывают, однако смертельную рану получает Аму и умирает на руках сестры. Казалось бы, что мешает закончить всё здесь и сейчас? Но вот почему-то Галгир говорит, что он пошёл в своё логово, где раньше жил его батя, то бишь Асфал, и начинается, пожалуй, самая муторная часть всей серии Валис. Мало того, что финальный уровень сам по себе не из лёгких, так тут ещё и с Галгиром нужно сразиться три раза. Сначала мы обязательно идём к нему за Асфала, так как в последнем уровне нужны его навыки иммунитета к лазерам и прочему техногену. Потом Асфал теряет силы, и мы повторяем всё за Лену, и по канонам классических японских игр босс вырубает вторую форму. Нужно убить две руки и летающую голову, и боже ж ты мой, сколько ж у этой тупорылой башки хп. Это единственный босс, где вы можете заметить таймер в углу экрана, потому что есть шанс, что время на уровень закончится, пока вы его бьёте. После эпической схватки сына умирает на руках отца, Лена хоронит Аму, но последняя номерная часть серии Валис заканчивается как и 1991 год. Дату и причину смерти франшизы мы найдём в следующем, в 1992 году. В период с февраля по март вышло аж три старых новых игры серии Валис. Вы могли заметить, что на SEGA вышло лишь две номерные части, ремейк первой и третья. В феврале 1992 года на Mega Drive Genesis недоразумение было исправлено и вышло таки Валис 2, но только в очень... своеобразном виде. Игра даже называется не Валис 2, а SD Валис. SD это сокращение от Super Deformed, так иногда называют стиль чиби, когда персонаж выглядит как ребёнок с огромной головой. Самое забавное случилось с версией на экспорт. Из-за трудностей перевода она получила название Сид оф Валис, а главная героиня Юка теперь именовалась Сидом. Останавливаться на этой игре не хотелось бы, так как это довольно лениво сделанный экшен платформер, на мой взгляд с самым кривым геймплеем, где у врагов невероятно низкий искусственный интеллект, а сюжет выглядит насмешкой по сравнению с взрослой версией сиквела. И как вы понимаете, если третья и первая части не смогли удивить игроков на Sega, то с этим лучше вообще было туда не соваться. Финальными же для Валис стали две игры, выпущенные в марте 92-го. Сначала вновь вышел ремейк первой части, теперь на PC Engine. Если вы хотите лично потрогать серию, то перед вами лучшая версия для этого. Платформинг работает как надо, сюжет оригинальной игры почти не тронут, зато добавили катсцен и пригласили Сэю на озвучку. Ну и добавили анимации пансушотов на прыжок и подкат, что автоматически добавляет очков. Но этот вот второй ремейк, это скорее дань уважения консоли, на которой Валис достигла успеха. Начиная с 93-го года производство TurboGrafx, то есть PC Engine, сворачивается, а в 94-м году полностью останавливается. В этом же в 94-м году началась новая консольная эра. TurboGrafx с CD-приводом уходит с рынка, а PlayStation с дисковым приводом приходит. Но вернёмся в март 92-го. В этот же месяц Лазер Софт всё-таки выпускает игру не на диске, а на картридже. Валис 4 выходит на Super Nintendo под названием Super Valis. Для того, чтобы адаптировать игру под картридж, пришлось вырезать все озвученные кат-сцены, убрать несколько уровней, хотя для SNES-версии разработали пару новых взамен. Убрать всех героев, кроме Лены, и заменить магию на подбираемые предметы в духе Castlevania. Если первая Валис предлагала индустрии что-то новое, сиквел сделал так, что аниме-индустрия влилась в игровую, как минимум в Японии, то к закату Валис уже ничего нового не предлагала и просто выживала как могла. И релиз Super Valis стал последним для серии. В 2006 году серия праздновала 20-летие. В 2022 году в Японии слегка изменили возраст совершеннолетия, теперь это 18 лет. Но ранее совершеннолетними считались юноши и девушки, достигшие 20-летнего возраста. И Телинет Джапан к совершеннолетию Валис решает выпустить эротическую визуальную новеллу. Увы, мои познания японского не позволяют сыграть в неё. Очень уж не хочется системный язык менять на японский, чтобы адекватно изображался текст, а английской версии вообще нет. Но возможно оно и к лучшему. Валис Икс это своеобразное переосмысление событий игры, где собраны все антагонисты, но вместо сражений тут тентакли и сисечки. Ну и мозаичная цензура того, что в Японии даже после совершеннолетия лучше не видеть. Тут аж 5 разных глав с разными героинями. Можно и Юлка голый увидеть, и Рейка, и Вальну, и даже Чам, а в пятой главе всех вместе. Почему-то фанатов серии это не обрадовало, и Валис Икс предана анафеме. В приличном обществе она каноном не считается, и не просто из-за того, что всё скатили в хентай, а вроде бы из-за того, что как хентайная новелла игра получилась не какущая. Хотя на англоязычном агрегаторе визуальных новелл кто-то даже десятку ей поставил. Как бы то ни было, в 2007 году Теленет Джапан, основанная в 1983 году, закрылась, а права на серию Валис купила японская студия Эдия. В 2021 году в честь 35-летия серии Эдия не стала насиловать героинь тентаклями. Вместо этого трилогию Валис переиздали для Switch, и даже лимитированные издания на английском вышли. Вся трилогия представлена в виде версии для PC Engine, но для любителей специфических развлечений есть ещё переиздание четвёртой части для Switch, куда накинули Валис SD, оригинальную Валис с MSX и ремейк для Sega. А вот новые игры серии мы вряд ли увидим. Валис оставила свой след в сердцах многих игроков. Мне известно о минимум двух инди-проектах, которые должны выйти в этом году, и они вдохновлены приключениями Юка. Первый это игра от автора Айвона Бизагай, Brave Earth Prologue, но она больше про 8-битную эпоху. А Violet Visteria выглядит прямо как инди-версия Валис от одного-двух разработчиков. И пусть не в огромных масштабах, а вот в таком виде, но память об игре живёт. В своём видео я хотел сказать авторам игры спасибо, и насколько могу распространить память о ней. У меня же на этом всё. Надеюсь, видео было интересным. Если это так, буду крайне признателен лайку и подписке на канал. Большое вам спасибо за внимание, всем добра и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!